После удаления опухоли на щитовидной железе кто-то теряет голос. Эвелине повезло. Школьницы недавно убрали достаточно большое новообразование. Оперировал девочку человек-легенда Юрий Тен. Сейчас пациентка идет на поправку и скоро поедет домой. Хочет быть врачом. Хирургом хочет быть. Хирургом. У меня был один больной, говорит, я хочу быть хирургом. Я говорю, зачем? Я говорю, хочу вас прооперировать. Он шутит. Ну, ты, надеюсь, не меня хочешь прооперировать? Ну, возможно, и вас. Дай бог, дай бог. Юрий Васильевич нам очень сильно помог. Очень хороший хирург. Я очень благодарна ему. Дай бог ему здоровья. Прям вообще от всего сердца. Свою первую операцию Юрий Тен провел почти полвека назад. А всего их было более 10 тысяч. На днях детскому хирургу исполнилось 70 лет. Когда я пришел, Юрию Васильевичу было 42 года. Сейчас мы отмечаем юбилей. Ему 70. И 28 лет назад, когда ему было 42, это был бы тот же человек. Он такой же. Он был бодрый, активный. Я была его студенткой. И более 35 лет работаем в одном коллективе. Я мечтала об этом. Кстати, дети Юрия Тена пошли по стопам отца. А сам хирург в медицину попал случайно. Брат мой сказал так. Иди, говорит, в медицину. А у него болело горло. Он поэтому так сказал. А потом сказал, что я пошутил. Ты куда пошел-то? Ну, я тоже подумал, а куда я пошел? Даже иногда испытываю неудобства, когда куда-то иду. Незнакомые люди здороваются. Думаешь, надо тоже поздороваться. Думаю, где же я его видел? Нигде вроде не видел. Многие пациенты Тена уже давно не дети. В свое время врач один из первых в стране разделял сиамских близнецов. Удалил опухоль весом почти 4 килограмма. И она весила больше, чем сам ребенок. В этом году хирург тоже провел уникальную операцию. Удалил опухоль на селезенке, сохранив сам орган. Обычно при опухоли его убирают. Урология, онкология, и таракальная хирургия, и абдоминальная хирургия. Все эти вопросы на сегодняшний момент решаются под руководством Юрия Васильевича Тена. Любую критическую ситуацию он умеет нивелировать, умеет организовать работу. Свой 70-й день рождения Юрий Тен встретил на работе. Как иногда приходится встречать и Новый год, и другие праздники. Но что поделать? Пациенты не спрашивают, когда им заболеть. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжение следует...